Собственно, привет ребят! Это Дава Дым и у нас сегодня будет на обзоре табак под названием Энигма. Это довольно-таки старый продукт, о котором мы все знаем, но ребята тоже пережили хороший ребрендинг, смену технологий. И сейчас, собственно, я расскажу про этот табачок. Снимаем мы все это в Каляной Хука Дримс, который находится в Алмате по адресу кайербека35а. Заведение реально крутое, когда приехал, я думал, блядь, охуенно. Это такой выдержанный лофт двухуровневый с VIP-комнатой с охуенной мягкой мебелью. То есть, ну и, конечно же, здесь, сука, блядь, есть окна, да? Что самое главное, и пиздатый вид, и можно прям покурить. Вот сюда вышел и покурил. Так вот, давайте теперь возвращаться к табаку Энигма. Что я могу про него рассказать? Я его курил еще давно, когда он еще был, сука, блядь, американский, понимаете? Он был американский. Но потом ребята поняли, что гнаться за вот этими трендами и представлять себя продуктом нероссийским не очень модно, потому что что произошло? Потому что в России все начали популяризировать именно наши российские продукты, и ребята быстренько так. Мы теперь Россия, мы теперь Москва, блядь. Они сделали, получается, уже красивую коробочку, такую прям прикольную, с отрывающимся названием. И, соответственно, там маленький такой 100-граммовый пакетик. У меня есть сейчас на данный момент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вкусов. И давайте вначале я расскажу про 3, ой, про 5 вкусов, которые я курил уже, и про 3, которые еще не курил. Так вот, давайте покурим, то есть покурим. Давайте, собственно, попробуем. Я попробую рассказать, что такое Эврика. На самом деле Эврику я не понял, что я ее курил, что я ее просто нюхал. Я никак не могу разобрать, что это. Но при этом это отдает каким-то яблокам, возможно, еще каким-то абрикосам. В целостности этот вкус мне вообще не закатил. Как заверял производитель, что табак крепкий. Мы сделали его покрепче. Нихуя он не крепкий, ребят. По крепости я бы отнес его к 6, к 7. То есть это достаточно сытная такая крепость для любого курильщика, который сможет курить это, собственно, без проблем. Да. Следующий вкус крем-сода. То есть я любитель ротбира, крем-соды и всего остального такого необычного. И могу сказать, что крем-сода, она отличается от оригинальной крем-соды. Почему? Потому что здесь взяли какую-то кремовую основу, смешали ее с какой-то фантой. И получилась такая кремовая фантогазировка, да. Тоже вкус мне не зашел. Я его очень часто и очень долго прокуривал. Пытаюсь все-таки сделать. Блядь, когда эта хуйня наконец-то мне уже, блядь, понравится. Но нихуя она мне не понравилась. Амазонка. То есть, как вы заметили, я называю вкусы. И здесь, в принципе, нет ни одного вкуса, который бы напрямую описывал какую-то ягоду или какой-то фрукт. Тоже. Энигма уже отходит от этого понятия. Называть вкусы, фруктами и всем остальным. Они просто делают завуалированные какие-то названия. И это хуево. Потому что хотя бы писали бы, с чем это связано, маленьким шрифтом. Что это такое? Что это? Амазонка. Довольно-таки тоже тропический, прикольный вкус, интересный. Приятный, в том числе и вкусный. Тоже мне очень сильно понравился. Идем дальше. Французский френч. Французский пирог. Я его даже нюхать не буду. Я его, когда понюхал, мне он очень тоже сильно не понравился. Это просто шоколадный пирог с добавлением чего-то такого кисломолочного. И получился французский пирог. Конечно, среди вас есть такие люди, которые просто дрочат на всю кондитерку и все остальное. Но вот, допустим, я тоже люблю кондитерскую, какую-то движуху, какую-то пищевые какие-то вкусы. Но при этом френч пай мне крайне не понравился. Очень понравился тропик. Это реально прям тропические фрукты. И прям смесь такая. И при курении реально эту хуйню все можно прям расчувствовать. Так как есть, собственно, и что пытались нам двинуть этим вкусом производители табака. Наши чашечки греются. Также упаковочку, если мы будем разбирать, да, то здесь есть состав. Состав самый банальный. Ничего интересного в нем не написано. Это табак Берли плюс Вирджиния. Такой бленд. Глицерин, сахарный сироп, ароматизатор, идентичный натуральному. Я не могу понять, почему здесь не написан пропиленгликоль, а почему на пачке нет мутагенов, и если они двигаются к акцизу, почему здесь нет на пол пачке вот этих импотенций и всякой остальной такой хуйни. Также есть маленькое описание. То есть совет от производителя, подписчиков, курильщикам, да, для комфортного мягкого курения и максимального раскрытия вкусовой палитры рекомендуется забивать табак Эникмана чаши типа фану, немного уплотнив забивку. Как, собственно, ребята из Хука Дрим и забили мне три чашечки. Для раскрытия табачных нот и ощутимой крепости рекомендуем забить табак Эникма воздушно на классических глиняных чашках. Но крепость я на глине уже покурил на обычной пятидырой, и я понял, что она не крепкая. Сейчас попробуем распробовать ее на ароматику и понять, что вообще к чему. Многим я вот выкладывал недавно пост, да, то, что прокуриваю Эникму на чашке Альфака американской. Все начали писать, Эникма хуже Альфакера, Эникма там дерьмо, но почему-то у меня этого эффекта этот табак не вызвал. То есть нормальный, хороший табачок, довольно-таки приятный, курить можно, не напрягаясь. И, собственно, короче, вполне комфортный табак для курения. Давайте, собственно, начнем раскуривать первый, я надеюсь, он прогрелся, это марбери. Это ягоды, конечно же, марбери, ягоды, очень ягодный вкус, по крайней мере, по запаху. И давайте, собственно, посмотрим, как он будет себя вести именно в курении, ведь мы, сука, забили на фаннел, и сейчас должно меня просто дико распирать от этой ароматики. Я не знаю, насколько это прогрелось, но посмотрим. Табачок и вправду очень дымный, хороший, не крепкий, приятный. Что касается жаростойкости, прогрелся он довольно-таки быстро, то есть за 5-7 минут он уже полноценно был прогретый, учитывая, что грели мы без колпаков на 3,25 угля. А что еще хочу сказать? Есть немного едкость. За счет того, что мы забили на фаннел, и меня сейчас переполняет ароматика, блядь, ароматика просто, ну, довольно-таки очень перенасыщена. Я бы посоветовал производителям все-таки убрать этот лайфхак с фаннелом, потому что курильщики будут думать, что это какая-то химозная хуйня. А, кстати, что касается химозности. Химозность присутствует почти во всех вкусах, но не до такой степени, что это вообще невозможно было курить. То есть если дать это обычным гостям, обычным потребителям, то они, в принципе, скажут, что нихуево, мы ничего не чувствуем. Но люди, которые именно курят, пробуют, дегустируют, да, вот эти табаки, и они сразу скажут, что здесь есть химозность. Очень приятный, хороший вкус, ягодный, но за то, что здесь добавление табака Бёрли, собственно, присутствует кофейная нотка. Это шоколадная нотка, когда Бёрли немного начинает перегреваться. Так, идём дальше. Что у нас в следующий вкус? Это у нас кис. Я, кстати, курю сигареты. Кис Энерджи. Охуенные, советую. Тоже непонятный вкус, я его не пробовал, ребята забивали, поэтому, собственно, будем всё на ходу это описывать, и будет даже, думаю, немного прикольнее. Так, это у нас кальяны Мамай. Сладенько непонятный вкус, немного приторный, свежести не хватает. Сплошной моновкус. Разделить его на какие-то вкусы я не могу, то есть есть просто моновкус, и на этом как бы всё. Но при этом он очень яркий. Отдаёт немного сырости. Но при этом вполне курибельный. Курить можно, если тем более его миксовать и использовать в миксах, то можно, думаю, прикольно с ним поэкспериментировать и посоздавать прикольные такие вкусы. Идём к нашему последнему вкусу. Это у нас сакура. Сакура, скорее всего, это вишня, блядь, логично. Японская вишня. Вишня сейчас тоже у многих производителей просто дикое дно и дерьмо, которое невозможно курить. Сплошное мыло, блядь, и в какой-то растворитель. Давайте, собственно, попробуем нашу сакуру. На сакуру, если честно, у меня большие надежды. И я надеюсь, если сейчас сакура будет пиздатая, то я пачку эту никому не отдам нахуй. Я ждал чего-то кислого. Хотя кислинка есть, но она такая... Знаете, я не знаю, как это описать, этот вкус. Вот он сейчас остаётся прямо у меня во рту. Я знаю, ребят, это... Вот кальянщики меня, сука, сейчас поймут. Представь, что ты кальянщик, ты берёшь мундштук, который висел вверх ногами, и весь этот сок, который остаётся в шланге, вот этот налёт, он вот тут, сука, вот, знаете, макриночкой так остаётся, ты так его слюнявишь зубами, да, то есть, ну, языком, и, вроде, противный вкус, блядь. Вот сакура именно такая. Прости, сакура, но ты, бля, вообще не закатила. Да, сакура такая себе. Да, даже кашлять захотелось. Чего хочу вообще сказать про Энигму? Вкусы хорошие. В семье не без урода. Поэтому, ну, как Энигма, я её, в принципе, могу посоветовать попробовать, покурить, и табачок, собственно, своего стоит. Конечно же, ребята молодые, им ещё много где развиваться, много куда двигаться, и... Надеюсь, к следующей выставке они поменяют свою маленькую технологию, сделают ароматику поинтереснее, по этим замечаниям. И у них будет всё круто. Это, собственно, табак Энигма, это Дава Дым, это Алмата, это кальяная Хука Дрим, которая находится на Кайрбеке 35. Так что заведение новое, диваны ещё не просиженные, можете посидеть с комфортом. Всем пока, это был Дава Дым.